Изучи правила дорожного движения сам, расскажи о них своим сверстникам и напомни взрослым о культуре дорожного движения. Три основных девиза, под которыми проходит деятельность отрядов юных инспекторов движения. Каждый год ребята, которые в них состоят, собираются на областной слёт-конкурс в Бресте, чтобы показать свои знания, поделиться творчеством, а также испытать свои силы в борьбе за звание лучшего отряда. В программе состязаний мальчиков и девочек ждёт немало испытаний. Главной целью такого конкурса является предупреждение дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием детей и также пропаганда здорового образа жизни. Мы уверены, что на конкурсе будут яркие выступления, ребята покажут свои знания, умения и, конечно же, физические способности, но и проявят творческий подход. В день открытия конкурса ребятам предстояло показать свои знания и умения на творческом этапе, представив свой отряд в обучающей познавательной программе. Грамотно оказать медицинскую помощь пострадавшим, а также презентовать свой плакат социальной наружной рекламы. Мы готовимся каждый год, мы участвуем в этом конкурсе каждый год, можно сказать, династия. И самые интересные конкурсы для нас – это вождение велосипеда, несомненно, это ПДД и медицина. Все конкурсы интересны по-своему и очень важны для современного человека. Мы уже давно участвуем, я лично уже три года, собираюсь дальше продолжать. Это очень интересно, очень важно для нашей страны. С нашей помощью совершается меньше ДТП, мы стараемся помогать, мы агитируем. На дороге может быть такое, что люди переходят не в положенных местах, мы им говорим, что вот так нельзя, надо переходить по пешеходному переходу. Всего в областном этапе участие принимают девять команд, которые показали наилучшие результаты по итогам зональных соревнований. Победители же областного этапа, который определится в ходе трёх конкурсных дней, получат право защищать честь первого региона на республике, который пройдёт в Минске с 24 мая. Продолжение следует...